Только около 80% жителей республики обеспечены качественной питьевой водой и систем централизованного водоснабжения. Остальные испытывают острую нехватку даже обычной, используемой для хозяйственных нужд. Концепцию развития системы водоснабжения и водоотведения обсудили в Доме правительства. Из 300 муниципальных образований республики в 63 поселениях отсутствуют централизованные системы водоснабжения. В основном это Базаревский, Вурнарский и Бресенский и другие районы. Работа эта масштабная, не на один год. В первую очередь надо обеспечить эффективное управление и эксплуатацию таких объектов, существующей подвергнуть серьезной модернизации. На совещании говорили и о возможном создании единого оператора в этой области. Если мы с вами создадим единую организацию и тарифы будут разные, то люди будут справедливо задавать вопрос. А почему мы живем в одной республике, но в разных муниципалитетах и платим разные цифры? В обозримом будущем, в таком, все люди у нас, независимо где живут, будут платить единственный тариф. Вот к этому мы должны идти. Но для начала необходимо установить переходный этап, считают участники совещания. Переход должен быть максимально щадящим для населения. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.